В 2018 году в один из выходных дней мы с мамой поехали в Брайтон, но в отличие от Лобана, день был пасмурный и ветреный. Было очень холодно сидеть на пляже, поэтому мы пошли гулять по магазинам. И вот так вот, пройдясь по центральной шоппинг улице, мы нашли такой магазин под названием Snoopers Paradise, то есть рай для ищейки. Это барахолка, где можно найти абсолютно все, безграничное множество различных предметов быта, интерьера, одежды, аксессуаров, что угодно. Там можно провести целый день, разглядывая все эти товары. Тебе идет. Я думаю, что там даже и антиквариат можно найти, если вы в этом разбираетесь. Мы так посмотрели, померили всякие панталончики, очки, очки, какие-то статуи, скульптуры посмотрели, вывески. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 а что еще ну очень много всяких вазочек светильников мамовым перчатки по примеряла я кстати сейчас задним числом смотрела и думал надо туда будет съездить еще и купить вот например такие сиреневые перчатки как и намерила пыталась померить в общем очень много всего интересного смотрите в этом ролике если буду в лондоне обязательно съезжу в прайдон и погуляю по этому магазину расскажу и покажу что там можно нынче найти и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но потом все-таки купила на ebay, по-моему, в этом магазине стоило фунтов 20, а я приобрела за 11 вроде бы фунтов. Сейчас пока оно у меня стоит на полке, но потом, наверное, повешу куда-нибудь на стену в качестве указателя. Здесь улица Порта Белорбо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Пока не знаю, поеду я в Лондон или нет. Все еще под вопросом. Вроде бы как с 1 августа сказали, что пускают, но 14 дней карантина. Какой смысл ехать в Лондон, если 14 дней надо будет не выходить из дома. В общем, пока думаю, если ситуация изменится, то в конце августа, может быть, слетаю. Че, по машинам беручи. Че, по машинам беручи.